Жестокость в деталях Боевики Хамаса провели одну из самых кровавых атак в современной истории, внезапно ворвавшись в Израиль. С одной стороны, это вторжение было нелепым. Боевики проникли в Израиль на мотоциклах и дельтапланах, что больше напоминает тактику любительских войн. Но с другой стороны, Хамас сумел пробить одну из самых надежных систем ПВО в мире – железный купол. Это значит, что подготовка к атаке была солидная. Террористы выпустили более 5000 ракет за одно только утро 7 октября. В то же время, это значит, что вряд ли Хамас, довольно небольшая группировка террористов, смогла бы самостоятельно к этому подготовиться. Хамасовцы сами по себе не могут продуцировать никаких высокотехнологических производств, вот каким есть баллистические и ракетные программы. Им помогали другие страны-террористы. Хамас еще называют прокси Исламской республики Иран. Хамас имеет неплохой арсенал ракет, и все они по большей части действительно иранского производства. Того самого Ирана, с которым так дружит Путин. Принципиальное решение о совместной работе России и Ирана в этом направлении было принято в ходе переговоров на высшем уровне в Тегеране. Арсенал боевиков Хамаса – это целый набор ракет разного радиуса действия, а именно ракеты «Касам» дальностью до 10 километров, «Куц» дальностью до 16 километров, Ракетные системы залпового огня «Типограда» дальностью до 55 километров, а также ракеты «Сэджил-55». Есть у «Хамас» и более дальнобойные ракеты «Фаджир» до 100 километров, а также «Р-160» и «М-302» радиусом до 200 километров. Большинство этого оружия сделано в Иране, но боевики «Хамаса» используют и российское оружие. Российские ракетные комплексы «Карнет» засветились во время нападения «Хамас» на Израиль. В то же время Россия официально отрицает любую военную помощь боевикам «Хамаса». Более того, Кремль обвиняет в этом Украину. Надули. Просто нагло обманули. Российская пропаганда разносит нарратив, что Украина передала «Хамасу» натовское оружие. Но по факту это Кремль передает палестинским боевикам трофейное оружие, которое удалось захватить во время боев на территории Украины. А идейка-то, она жива. Таким образом, Россия в очередной раз подтверждает, что любым спонсором любых катаклизмов и конфликтов сейчас, да и в прошлом, есть как раз Россия. России выгодно разжигать конфликт на Ближнем Востоке. Чтобы отвлечь внимание НАТО от войны в Украине, Кремль пытается выдать войну в Израиле за национальное сражение Палестины. Но и здесь все не так однозначно. Это не партия, сразу говорю. Это не партия в классическом, политическом смысле этого слова. Это люди, которые контролируют определенные районы. Вторжение хамасовцев было совсем не масштабным. По разным оценкам на территорию Израиля зашло до тысячи людей, хамасовцев. Поэтому тут очень сложно даже говорить о том, какое количество среди палестинцев действительно воспринимают хамасы как силу. Ситуация напоминает больше искусственную попытку развязать длинную войну. Мы понимаем, что тут есть абсолютно циничный расчет. И это особенно на Ближнем Востоке для того, чтобы разжечь этническую, религиозную неприязнь, используются всегда вот такие методы. Этот расчет на данном этапе уже провалился. Израиль выбил боевиков со своих территорий. Но напряженность и обстрелы сектора Газа продолжаются до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин